всех приветствую на канале компьютерная академия в сегодняшнем видео довольно таки интересный вопрос в этой сети вай фай применяется устаревший стандарт безопасности в windows 10 почему и что в этом случае делать некоторые пользователи обновившиеся до windows 10 последней версии могут обнаружить что при подключении к вай фай сети защищенной паролем появляется уведомление о том что соединение не защищено с информацией в этой сети вай фай применяется устаревший стандарт безопасности мы рекомендуем подключиться к другой сети и так в этом коротком видео мы расскажем о том почему вы видите такое сообщение windows 10 что означает устаревший стандарт безопасности и как исправить проблему с подключением вай фай итак давайте рассмотрим первый вопрос нашего видоса почему соединение вай фай не защищено и что значит устаревший стандарт безопасности 10 винда показывает уведомление о том что при подключении что подключение не защищено в двух случаях первый это когда для вай фай сети не установлен пароль и эта причина вполне нам ясна второй возможный сценарий это использование устаревших типов шифрования для вай фай сети и именно этот вариант может вызвать вопросы и так если в качестве типа безопасности для вашей беспроводной сети выбран web или в качестве типа шифрования используется ткип вы получите уведомление о котором идет речь в этой видео инструкции причина простая на сегодня по сегодняшним именно меркам эти стандарты действительно являются уже небезопасными и их не рекомендуется использовать а на некоторых современных роутерах их уже нельзя даже выбрать в связи с относительно с относительно простым методом взлома так что здесь это уже старо что делать в этой ситуации шаги простые особенно если вы ранее сами настраивали свой роутер и не зависит от марки и модели беспроводного маршрутизатора интерфейс может быть отличаться но логика везде одна и та же и так первое зайдите в веб-интерфейс настроек роутера и перейдите на страницу настроек беспроводной сети или параметров безопасности вай фай второе в качестве типа безопасности выберите один из современных вариантов лучше всего в по 2 поиска если будет предлагаться выбрать тип шифрования то а е с выбираем третий пункт задайте пароль для вай фай скорее всего его придется установить заново 4 сохраните сделанные настройки 5 через некоторое время в этот момент может показаться что страница настроек роутера зависла заново подключитесь к беспроводной сети уже с новым паролем предварительно может потребоваться забыть вай фай сеть в windows 10 и так после этого никакие уведомления о том что сеть не защищена и используйте устаревший стандарт безопасности появляться уже не будут если вы не знаете как все это проделать на вашем роутере посмотрите у нас есть на нашем канале компьютерной академии отдельно видео инструкция по настройке вай фай роутера все они одним из этапов содержит именно информацию настройки вай фай сети и пароля на беспроводной сеть а это именно то расположение где и задаются интересующие нас настройки так что не бойтесь у вас получится в редких случаях но на очень старых беспроводных маршрутизаторах вы можете столкнуться с тем что современные стандарты безопасности не поддерживаются данной железякой но в этом случае лучшим вариантом будет приобретение нового качественного и нравящийся вам роутера так что как то так на нашем канале выбор есть это канал компьютерная академия и наш партнер сайт ремонтка . про я думаю данная информация была вам полезна смотрите наш канал ставьте нам лайки делайте подписки с нами будет интересно